Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Ежедневный отчет за прошедший день. Номер 68. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 17 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола. Я об этом много размышлял и знал историю как по силам возможностей. Нашел, что это везде. Это как последнее слово, как печать. Он хлопнул дверью. И вот попрошу всех, которые знаете, откликнитесь. Где вы видите в своей жизни, в государстве и особенно в церкви интересует. И особенно в православной церкви, потому что это наше. В чужом-то огороде проще увидеть в сорняке у себя. Вот абсолютно везде. И от императора отреклись все. И главное, первое, что самое первое, самое было страшное, то что народ ликовал, что он отрекся. На фронте, говорит, так было, как будто первый день Пасхи. Поздравляли друг друга. И те, которые день и ночь молились, архиереи, тут же стали временному правительству слать телеграммы. И Антоний Храповицкий. И наконец-то мы получим свободу. А до этого лгали, выходит. Все лгали и лгали. Ясное дело, что свободы не было у церкви-то. Ну, а теперь мы развернемся. Развернулись в ГУЛАГ и в отвал. Ну, а дальше о том, что я в ВКонтакте не бываю нигде. Оттуда перекидывают. Вы читайте, о чем здесь есть. Чтобы сами заходили на наш форум. Вот оно где. Я перестал отвечать там, на форуме. Теперь только здесь. Писать очень много. Я и так пишу. Не знаю, сколько. Покажем сегодня. Вот прочитайте, о чем здесь говорится. Ну, и что поступило за день. Считаем. Николай Филатов. Здравствуйте, Игнатий Тихоныч. Мы живем в городах Старый Оскол, Воронеж. Мы бы хотели приобрести ваши книги. Как это возможно? И сколько будет стоить? Эти книги желают приобрести православный священник. Дело в том, что я так называю Николая Филатов. У меня много недругов, попы. Просто как бешеная стая за мной. Я их называю кодло патриархийно. Кучу здесь гуртовались. И нападают. Уже конца края нет этому. И вот они находят Николая Филатов. Они его выискивают и сразу заливают его грязью. Против нас. Они ничего доказать не могут. Сунулись на Марьясова. Не получилось. Это люди, которые у нас были. Они биты ни одного слова истинного не говорят. Сунулись на Михаила Кальмаева, на Юрия Соболева. Тот как отрезал им. Он преподаватель академии, государственного университета. И все. Они сразу отошли. Как змея отползла. Это уже акулилами они приткнули. Так что я ничего не меняю. Я редко-редко когда меняю. Вячеслав Челемушкин. То есть я объясняю по книгам. Мы выставляем общее, что есть о книгах. Мы каждый день отсылаем. Книги-то кончаются. Какой экземпляр? Тираж-то? Тысяча экземпляров. Некоторые, как Новый Завет переизданно было к истинному православию. И для слова Божия нет. Все остальное уже некоторых книг совсем нет. Как Симфо. Это стихи первая была. Вячеслав Челемушкин, Денисейск. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. 26 лет назад имел удовольствие отдыхать в вашем лагере. С братом Дмитрием. Часто вспоминаем вас. Матушка наша с 2000 года подвязается в монастыре. Спасибо вам. Дай вам Бог здоровья и многое лето. Ну, два было очень хороших парня. Ну, как хороших. По вере-то почти никакие. Но вот этот парень-то он... Это кто? Вячеслав пишет. Это Слава. А вот этот, видите, этот был более такой тренирован. Он солнышко даже сделал на турнике. Наказывал я их. Вот брат его. А я в это время дежурил в зеркальной пабрике. И мать приехала. Не оповещали ничего. Приехали, даже платка нету, кажется. Не знаю, фуражек нет. Или фуражек у ребят не было. Совершенно не приготовлено. Но и не сесть. А там отец Геннадий был. Видимо, рассказал. Вообще даже. Ну, тогда интернета не было. Письмо написали бы. Я бы сказал, что взять с собой. Ничего нету. Ну и пришли ко мне на работу. Я посмотрел на парня. Я говорю так. У нас курить-то нельзя. А ты куришь я? Я не курю. Ну, а если куришь? Я же тебе 10 горящих дам. Горящих это у меня сетка. Авоськ это. Я тебе ручками нахожу и все. Да нет. Ну, если я у тебя табак сейчас найду, что ты? Выкладывай. Нет, нет, у меня нету. Я никогда не курил. Ну, говорится, что-то воробьяном яке не проведешь. Я говорю в другой комнате. Там у меня есть лежанка. Сейчас на лежанку пойдем. Я тебе достану, где у тебя лежат папиросы. Я тебе нахожу. Нет, значит, собирайтесь домой. Ну, зачем ты нужен? Ну, пошли в другую сторону помещения, там зашли. Ну, я ему сразу полез, где у него лежат, там не в кармане, конечно, спрятали хорошо. Ложись. Ну, я его там прочистил. И он, главное, крепкий парень-то. Только слезы показались, но просто они выжились у него. Поркотерапия. Он вам говорит, мам, а как дядя Игнатий так мог сразу найти-то? Друзья, дядя Игнатий-то где был с какими-то, как ты, что ли? Где-где? Я все заначки знаю, где делает и все. Вот такое дело. Вот вспомнили, я думаю, может, уши навсегда нет. Ну, видимо, с грамотежкой-то не все. Подвязается в монастыре. Ну, как есть. Так-то, в общем, и две сестренки были с ним, и четверо. Она четверих привезла и сама. И ничего нету. Бери, дядя Игнатий. Но поить, накормить, ни денег, ничего нету. А у меня-то ничего нету. Одна работа. Дальше. Это что, мусульманам павильоны это? Какой сатана и какой шайтан их это научил так делать? Пытались поджечь монастырь. Хотели закопать живьем на монастырском кладбище. Вместе с монахинями. У него был перелом руки и ноги. От удара кулаками он не слышит на одно ухо и плохо видит на один глаз. Это что, Аллах повелел им так делать? Ну, вот это-то куда денешь? Это живой человек, говорит. Ну, за ними смотреть надо. То есть, таких-то и в православии всегда хватало. Ну, просто на лицо уже. Братские камни и плевки в его сторону стали ежедневным событием. Но он мужественно выносит все гонения и продолжает служение в монастыре. Как мученик Филумен, пострадавший при колодце Якова. Вот так. Где-то он. Ну, вот так. Саша. Ну, где-то он знает там. Это что, говорит он? Ивана Роза. Ему 87 лет. Вот. Его звать Ерофей. Ну, вот помолитесь о него тоже. Помогите. Саша Кузнецова. Видишь, какая зебра. Здравия, да. Здравия и долгих лет вам жизни. Слава Господи, спасибо вам за ваши проповеди. Вы лучший проповедник. Хочу тоже служить Господу, возвещать Царство Небесное. Как же различить истинного пастыря от волка? Публику все вроде милые и добрые. Простите за назойливость. Ну, вот так. Я еще раз говорю. Где ответ? Мне повторять никак не надо. Смотрите, мы сейчас заходим на наш сайт. Вот он наш какой сайт. Как он выглядит? Я повторяю, чтобы Господь благословил нас создать этот сайт. Тут многие люди участвовали. Удивительно, сколько здесь материалов. 50 книг Аудио насчитанных. И вот здесь есть книга одна. И вот здесь все книги наши. Даже не 38, а 45 книг. Вот. К истинному православию. Вот кну у него. Теперь открывается расписание. Кто? Где здесь отцы и дети? Вот она, отцы и дети. Страница 161. И вот сколько. Вот вы в него ткнете, отцы и дети. Пошел материал. Жирный курсивом это слово Божие. И вот сколько чего, как избирать. Кто вчера я говорил. Вот. Посмотрите. Видите? Ну, то есть очень-очень большой материал. Тут даже тискать не буду. Заходите. Вы здесь найдете все. Ответ здесь. Вместо пастыря не избери волка. Как? По Слову Божию сверять. Если ты не знаешь. Знать хорошо Библию. Не знаешь Библии, ты ничего не знаешь. Батюшка благослови, батюшка благослови, больше ничего не будет. То есть священники в большинстве своем, они заменили и Христа, и Библию. Своими словами. Хорошие священники есть. Но им как будто Христа не надо. Им привязывают к себе. И они каждый день их спрашивают и спрашивают. Зато он говорит, научитесь не задавать вопросы. Повторите про себя. А почему? Да сами находите их. В Святой Библии. Все сказано. Когда полное число войдет, счет какой-то не бьет, там счетчик работает все-таки. Калькулятор есть. И тогда откроется дверь для евреев, и они снова начнут верить, как верят они сейчас в Талмуд, Шульха Нарух. Тогда будут веровать так, как написано в Евангелии. Я не знаю, что тут толковать. Толковать-то и нечего. Это за евреями впереди. Руслан Кузьмин. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Вы могли бы конкретно по пунктам ответить на исповедание Веры Стерлигова? Ну, нет, Веры нету. У меня на форуме, если зайдете на форум, и там зарядите слово Стерлигов, опять же нужно показать. Вот смотрите, заходим, и вот наш форум. Вот он, православный форум, вот он где. И вот здесь вот справа общий поиск, вот видно или нет, вот здесь вот. Вот сюда раз Стерлигов, и там выйдет полный материал его, где он что говорил. Это огромный-огромный форум, это наш форум. Заходите на него. Вот сюда, если нужно на первую страницу, вот новое сообщение. А здесь поиск, общий поиск, не по темам, а поиск. Он разрушитель, с большой буквы. Он не верит в Библии, Библии нету. В церкви все ереси, все до одной в ереси. В московской патриархии, зарубежной, старообрядцах, про католиков говорить не надо. Он разрушитель. И больше ничего нету. Да о нем даже и говорить не о чем. А о чем говорит-то? Если вы не знаете его, какой веры-то у него веры никакой. Нет, деньги. Он грабанул вовремя деньги, там, сечествою Алису-то, миллиарды-то. И вовремя сошел. А теперь приходится бегать, то в Карабах, то куда. Карабах в душе у него. Многие им соблазняются, вам могу высылать его исповедование. Не надо, сохрани Бог. И вот он высыл, книгу там издал, свод Ивана Грозного, то другое, какая-то новинка. Хлеб там, булку испек, какой хлеба, 450 рублей. Он какой был, такой остался. Пусть жена щетку себе не стрижет хотя бы. У него хорошее есть, то, что он про бороду говорит хорошо. А, так, говорит, где не хватало слов, в Самарии пострадал. Вот оно, видишь, куда перенеслось. Вот он. Это что о нем? А что тут? Ну, это, видимо, тут Филофей или как его зовут? Ну, 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 ну. Саша Кузнецова, скажите, пожалуйста, почему в православии так мало верных слов Божьему? Спасибо. Ну, что сделаешь? Мало, мало нету. Потом надо, хороших-то расстреляли, поубивали. А всякое сейчас, которое заходит, где работать не хотят, бывшее Порторге, КПСС, все туда полезли, в экологию, или в экологию, или сюда. Вот. Один тут рассказывает. Я, говорит, Порторг, со мной священник оказался в одной палате, говорит, лежали. Говорит, он сразу, да, пошли, говорит, в попы. Это вообще ничего не надо делать, говорит, зарплата, вот, показывают. Как они живут шикарно. Но это не везде. Я отвечаю. Филиппинцам 1,27. Посмотрите, деяния, просто открытие, прочитаете где. Вот ответ. Четыре места писания, и все, дальше. Надежда Тишли, мир вам, Игнатий Тихонович. Объясните, Марка 4 глава 3 по 12 стих. И сказал им, вам дано знать тайное царствие Божие, а тем внешним все бывает в притчах. Так, что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. То есть не обратятся, а грехи прощены будут. Получается, не всем дано. И кому не дано, это по воле Божией, и он простит им грехи, потому что им не дано. Ну, в общем-то, из текста, перевода, как будто бы так. Я отвечаю, вот, блаженна Фифилак. Я не буду даже считать, кто такой Сеятель Христос. Вот высвятием. Дальше, вот он и идет. Вот оно толкование какое. А теперь вот отсюда начни так считать. Вот оно иное семя упало. Иное семя упало на душу, пекущееся многом, ибо терния суть житейские попечения. Где оно там? Четвертое семя упало на добрую землю. Итак, смотри, как редко добро и как мало спасающихся. Только четвертая часть семени оказалась уцелевшая. Но неужели по распределению, по назначению от природы одним дано это, а другим нет? Вот вопрос начинает ответ. Да. Быть не может. Но тем дано, как ищущим. Ищите сказано и дастся вам. То есть они искали, поэтому дано. А прочих Бог оставьте в слепоте, дабы знание должного не послужило к большему их осуждению, когда они не исполняют всего должного. Ну, так сказать, как будто ослабление. Дальше. Впрочем, хочешь ли знать, что от Бога дано всем видеть должное? Слушай, видеть это от Бога. Не видят это от злобы. Они не видят. Смежая отчество и добровольно, чтобы не обратиться и не исправляться. Ты как бы завидуешь собственному спасению и исправлению. Ну, вот так. Дальше. Андрей Смуров. Видите, какой он. Дальше. Подарок осужденным. День милосердия и сострадания ко всем вузах и темницах находящимся. 14 октября 2014 года. Ну, дальше где это было, просчитайте. Разбирается. Более другое. Во время обыска. Сотрудники разрывали и бросали на пол книги религиозного содержания. В том числе и Библии. Бросали на пол иконы, топтали или нет, не знаю. Так что не буду погущать краски. Почему такое отношение? Что хотят? Ну, почему, тут вы не поймете. Почему, вот отсюда посчитайте где-то. Я 17 лет после освобождения сотрудничал с тюрьмой и помогал. Никогда этого не было. Никогда, нигде. Барнольдская тюрьма, я считаю, одна из лучших. Хорошая тюрьма, самая хорошая. Это когда по кирпичику разобрана и разбросана подальше, чтобы не собрать ее. Но и без тюрьмы нельзя никак. И вот в этой тюрьме бывший монастырь. Монахини вывели, расстреляли. И там источник бьет прямо из-под тюрьмы. Ну, там сейчас часовенка какая-то стоит. Вот. Хорошая здесь и прожарка есть, и нормальная. Ну, я два раза сидел в ней. Знаю. И вот здесь. Просчитайте просто. Посмотрите. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович, и братьям Володи и Никите. Благодарю за ссылку на материал. Посмотрите, как блестяще выразил свою правильную мысль отец Андрей Кураев. Очищать себя для Бога. Любить Бога. Это мотив, который есть во многих религиях мира. Но Евангелие решительным образом действимицифицировало этот путь богопознания. Чтобы стяжать любовь к Богу или проявить ее, оказывается, не необходимо аскетическое странничество по горам и пустыням. Подать чашу воды просящему прохожему, значит отныне проявить любовь к самому Богу. Посетить больного, значит совершить путешествие в само Царство Небесное. Отдать одежду бествующему, значит прикрыть голговскую наготу богочеловека. Просетить долг своему обидчику, значит сделать своим вечным должником самого Творца Неба и Земли. Это все Иоанн Златоуст говорит. Вот подступает святой Иоанн Златоуст к разъяснению притча о десяти девок и спрашивает. Кто продавцы Елея? Бедные, ради милостыни, сидящие перед церковью. А за сколько продается он? За сколько хочешь? Цены не назначены. Есть у тебя обол? Обол, то есть это единица измерения, рубль. Есть у тебя рубль один? Купи небо не потому, что небо дешево, а потому, что Господь человеколюбив. Нет у тебя обола. Подай чашу холодной воды. Предметом купли и продажи небо, а мы не заботимся. Ведь истина, сие сказано и есть суть, смысл христианства. Это то, что было главным предметом проповеди Христа и остается центром его учения. Пришел с лекции отца Геннадия. Фаста. О теодицеи во свете книги пророка Аввакума. Это ему посвящена новая книга отца Геннадия. Наверное, одна из самых глубоких и серьезных его лекций, которые я слышал. Юрий Соболев. Поклон вам от брата Михаила Домнича. Была благословленная беседа. Сектантов. Особенно радостно, что Михаил с семьей возвратили Церковь Христову, Рождественскую Православную Церковь, ликует душа и славит Господа. Аллилуйя. Беседовали, говорили тоже. Владимир Ихарин, Петрозаводск. Мир вам. Очень грамотно Юрий Соболев Дудину ответил. Все бы так с безграмотными попами общались. Глядишь и поумнеют попы. Народ оболванен попами типа Дудина. Люди доверчивые, хорошие, а Евангелие не знают и затмевают Христа этим доверчивым. Батюшки добрые, ласковые, ничего не запрещающие, лишь бы деньги впихали в карманы попов. Наблюдал в храме Александра Невского. Идет служба, всеночная. Поп, что женщину убил на машине. Задавил, прямо задавил. Ему надо извергать из сана. Ничего подобного, он тут же в храме ходит. Пожалуйста. Так, поп, что женщину убил на машине, опаздывает. На полчаса зашел в храм, достал из сумки подрясник, одел, кое-как перекрестился. Тут бабы к нему, как герои мученику, бегут. Им без разницы, что служба идет, пихает деньги, успокаивает героя, а он головой крутит, чтобы еще кто прибежал к нему. Уходит, естественно, и дождавшись конца службы. Да, это так. Выходят оттуда без рукавки, вот такие вот. А служба еще вовсю идет. Все, то есть на выходе они должны быть, перед этим пришли. А у нас в Барнауле там из-под пола дыра из нижнего этажа. Они оттуда из дыры этой вылазят. А уже в дыру-то зачем опускаться? Они прямо матушку под руку, она в хору, и подалися. Все, куда он пошел, там в фильмы смотреть или на стадион. Дудин. Так кто спасает церковь? Лапкин или такие попики, как вы? С уважением, помогайте. Владимир Харин. Александр Марьясов. Часто мы озлобляемся на людей прямодушных и открытых за то, что они прямо облегчают наши неправды. Такими людьми надо дорожить и прощать им, если они смелую речь обрывают наше самолюбие. Это врачи в нравственном смысле, которые острым словом обрезывают гнилости сердечные и через пробуждение нашего самолюбия производят в душе омертвевшей грехов, сознание греха и жизненную реакцию. Святой Праведный, Иоанн Кронштадтский. Если бы вот это услышали, вот что есть, у меня были бы одни только друзья священники, но они не такие. Больше всего они не любят, когда обличают. Говорят, не судите никого. В устах священника означает, не трожьте нас. Вот я им переведу это все, что они говорят. Я их очень хорошо знаю. Вот если бы Иоанна Кронштадтского не услышали, вот это вот, что здесь говорится-то, ну я просто выделить могу. Вот оно где. В кавычки взято, вот посмотрите. Я даже не знаю, какой здесь свет им дать. Ну хотя бы вот так вот. То все у меня, они все были бы друзьями. Ну это я своим пишу, которые тут по деньгам и проще. Вот. А это о книгах. Вот еще раз пролистаю. Видите. Стоит сколько, что в этих книгах. Это просто высветить надо. Ну а дальше вот. Вот и все. Теперь мы смотрим, которые на форум пришли. Что тут он пишет? Вот этот. Вчера это было. Вот этот. Ага. Так. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Решил сделать акцию против курения, алкоголя и плохого кино. Вот посмотрите, ссылка там. Я посмотрел, не понимаю даже, в чем этот смысл-то. Как бы ни проповедовали, Павел говорит, о Слове Божьем, я, говорит, и тому радуюсь. Ну значит, стараешься в этом направлении, что не так вот. Пока говорили, кто-то зашел в скайпе попутно глянуть. Что это сейчас включается, видишь. Вот, Виктор Савченко. Ну-ка, еще он тут дает. Дает ссылку на YouTube. Мастер-класс по платкам от кого-то. Не особенно, говорится, но особенно что-то. Ну а теперь смотрим, что здесь. Давид Машевский. В доброго времени суток. Надеюсь, вас не затруднит ответить на мой вопрос. Ага, ну это все. Вот он, мертвым погребать мертвецов. О мощах. Вот прочитайте здесь, что о мощах. Это все скрывается от людей. Как с мощами обращаться? Возвратиться в тление, в прах. Вот, теперь смотрите. Это житие святых из Святой Библии. Дорабление мощей, это кощунство и испротивление Богу. Это все скрывается. Это по Дмитрию Ростовскому, по Библии. Вот теперь смотрите. Как они заповедовали. Ни один не заповедовал, чтобы мощи резали. Ни один. А запрещали многие. Вот, посмотрите. Вот ответ какой. Чтобы дать один ответ, один ответ только по мощам. Сколько надо было сделать. Вот это мой материал. Я ниоткуда его не брал. Только из этой. Теперь мощи. Заголовки прочитай вот здесь. Мощи всей из антиминсов следует с честью захоронить. Вот здесь есть материал. Это на нашем форуме. Откапывание мощей, есть кощунство над умершими. Вот оно где. Считайте. Находите. Вот сюда зарядите себе. Это на нашем форуме. Зайдите в самом начале, там найдете. Дробление мощей, кощунство и есть противление Богу. Незнание священного писания и кощунство над мощами единое к смерти. Язычество суревствует на мощах. Опа. Это что же у меня получилось? Это ответ про мощи. А, а то где ответ? Дальше. Язычество суревствует на мощах. Терзание мощей, есть болезнь ума и мертвой души. И так бодрствуйте. Дальше идет шаманство и белый магизм. Лже-православие. Любая канонизация есть предвосхищение суда Божия. Трупы поклонства уводят от поклонения живому Христу. Чем отличаются нынешние монахи от бывших раньше? Ну, дальше. Вопросы... Здесь, где можно идти. Дальше. Любовь Александрова. Простите. Вам может быть известны какие-нибудь богодельни или больницы при общинах и монастырях, где принимают на работу, в которых можно потрудиться? Нет, у меня нет списка такого. Нет, не знаю. Руслан Кузьмин. Я это все знаю. Просто многие его слушают, соблазняются. До Стерлигова. А если бы вы записали видеоопровержение, он бы сел в лужу. Нет, нет. Это не тот человек. Он очень наглый. Наглый. Там кидается. Стоит он сильно похож вот этот царионов. Он под именем НТВ уходит. Это одно и то же. Ну, теперь из-под Германа. Вот оно где. Просчитайте здесь. Если нужно во время тратить на это. Вот оно. Это вот все о нем. Дальше. Людмила Кондратьева. Мир дома вашему, Игнатий. Посмотрела ролик. Очень удивилась тому, за какую огромную просветительскую работу вы взялись. Да. И с Божьей помощью у вас, видимо, хорошо получается. Я обязательно посмотрю все ваши подборки. И на Майле, и на Ютубе. Спасибо за приглашение. Хорошо бы еще узнать, какой священнослужитель окормляет ваше движение. Брат родной. Есть ли у вас храм или место для совместной молитвы с уважением, Людмила? Да, есть. Александр Сапрали. Ну да, рубашка хороша у него. Что вы можете сказать о учении Иисуса Христа прощения грехов? Где можно найти, в каких книгах такое и кто пишет? Вся Библия и весь Новый Завет об этом. Ваня Путин. Кто такой? Ваня Путин. Здравствуйте, батюшка. Недавно я сижу на уроке в техникуме. И один мой одноклассник начинает кривлять слова «Христос воскрес». Ну, по-разному там. Ну, понятно, о чем говорит он у него. Вот, прочитайте, какие у него вопросы. Дальше. Александр Морар. Алексей. Алексей. Слава Богу. Скажите, батюшка, как вы думаете, царь православный будет на Руси? Вот Осипов хорошо говорит. Антихрист будет вам, а не царь. Валентина Сипович. Уважаемый брат во Христе Игнатий. Рада, что у вас на Алтае бьет родничок православной веры. Спасибо с Христос, с праздником покрова Пресвятой Богородицы. Привет из Богохранимой Костромы. Дальше. Так, Александр, простите, но вам может быть известно какие-нибудь богодельные тут вопросы? Без ответа. Неизвестно, дальше. А о чем? Руслан Кузьмин. Я это все знаю. Да, ему там на уроке мешает это. Вот не отвечай глупому. Это про Стерлигово. Вот это? Да. Да. Про Стерлигово? Да. А, ну ладно. Причина. Мир дома вашему, Игнатий, просмотрел ролик, очень удивилась тому, за какую огромную... Ну так дальше отвечаю, что? Да, у нас священника мой родной брат, отец Аким Лапкин. А первый святитель, митрополит Иларион. Две общины, креста Воздижинская и Барнаули, и Свято-Анфимовская в Потеряевке. Два храма. Стата. Иулия, Александр, Саша. Что вы можете сказать о учении Иисуса Христа, прощении грехов? Где можно найти книгу? Вот я показал. Вот оно где. Откройте эти места. Да кого открывать? Они открытые. Видите как? Курсивом. Жирное. Выделено красным. Непонятно. Сейчас я не трогаюсь. Почему-то. Не, оно трогается. Не клацайте. Ваня Путин. Здравствуйте. Я недавно все сижу на уроке, а парень кривляет Христос Коскрес. Ответ. Пересядь и молись. Ну, не трогай, не друго. Дальше. Алексей, как вы думаете, царь православный будет на Руси? Нам нужно знать. За царей, за всех начальствующих. Ну, молись за них. Да. Берман Стерлигов. Внимание всех, кому важны истины веры. Прошу посмотреть и подправить. Сегодня написан на мною текст про падение РПЦ в Ересь. Вот оно, пожалуйста. Это его. Вот ответ. Посчитайте здесь. Петр Михалев. Игнатий Тихонович, возвращаясь к нашей сегодняшней беседе. Читали ли вы книги священномученика Киприана Карфагенского о единстве церкви? Священномученика Илариона Троицкого христианства. Они у меня вот книги лежат на полке. Рассчитаны. И новую книгу дьякона Георгия Максимова «Без церкви нет спасения». И было бы интересно услышать ваше мнение по поводу этих книг. На церкви говорят, что все правильно. А мое мнение. Александр Цой. Игнатий Тихонович, мир вам. По поводу такой популярной православной добродетели, как послушание. Должны ли мы все всем подчиняться наставникам? Ну понятно всем. Ответ какой? Тут есть, нет? Еще нету. Нет, ответ дальше будет. Так, про Германа Стерлегу. Про Германа. Я отвечаю о нем. Кто он такой? Разрушитель и хулитель истинный. И Святой Библии ищет соратников на погибель себе и слушающим его. Участь таких грабителей плачевно и поучительно. Лиса Алиса вышла петлять, чтобы увлечь в стрессивно поиск ересей, будучи сам заядлым и беспокоенным еретиком во всех проявлениях. Я их очень хорошо, пустосвято знаю. Они обязательно будут искать какую-то микроскопическую секту или организацию, чтобы объявить ее их суперчистыми. Ну и вот места. Ответ где? Второзаконие, притча. Петр Михайлов спрашивает книги. Да, отвечаю. Киприана читал, что попадало случайно. Его не начитывал, как других святых отцов. Не было возможности достать. Книгу Лориона Троицкого «Христианство нет без церкви». Ими распространял ее, закупая тиражом. Новую книгу дьякона Георгия Максимова «Без церкви не спасение» не видел и не слышал про него. Но давать на целые книги рецензии, да позвольте, это же построчно нужно делать. С чем-то согласен полностью, что-то под сомнением, а что-то в них может быть вопиющее, вопреки Святой Библии. Мне ежедневно накидывают в почту таких заказов, то книги, то ролики, то чьи-то выступления, чтобы обязательно, и именно я высказывал свое отношение и понимание. И зачем это людям нужно? Знать именно мое мнение к тому, отношение к тому, что им интересно, а не мне. Тут жизни Мафасаила не хватит. Это самый долгожитель, 969 лет жил. Таким даю вот такой один ответ. Вот он, дальше прочитайте, какой даю им ответ. Александр Цугнатихович Мирнов, по поводу такой популярной православной добродетели, как послушание, должны ли мы... Ну вот даю, с одной стороны. Как вы часто цитируете, каждый из нас за себя даст отчет Богу, Римлянам 14-12, с другой, Евреям 14-17. Ну и дальше ответы. Дарья Игоревна Афонина, хочу переехать к вам в деревню с мужем и сыном. Как это сделать? Мы такая семья, хочу к вам поселиться. Что нам для этого нужно сделать? Нужны ли какие-то деньги? Напишите, пожалуйста. На пустое место. Деревня с нуля. Если пять условий выполнены, то есть есть тебе, не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем. Должны быть деньги, должны быть средства, должны быть силы. С нуля. Вот кусты крапивы, выкорчевывая лопата и начинает строиться. Место это хорошо, идеально хорошее для воспитания детей. Это уже точно. Ну это, видимо, ответ. А вот ответ, да, как в деревне. А про деревню, вот просто показать. Это мелко все это, но и не прочитаешь, видимо. Ну, во всяком случае, это у нас есть на форуме. Это с форума взято. Петр Михайлович, спасибо за ответ. Вы мне не задаете вопросов, так как не знаете меня. Да. Я же несколько знаю ваше учение, но вижу, что вы учите не православно. Это священник. Вы на свой вкус по-другому не скажешь, выбираете то, что вам нравится, и откидываете то, что не нравится. Понятие нравится и не нравится. Значит, был на моих ресурсах и не видел. Мне нравится, не нравится, вообще этого нет. Нравится, не нравится. Я подчинил свою жизнь тому, что написано в Евангелии. А он так привык жить, он по своей мерке ко мне мерит. Больше ничего не могу сказать. Даже протестанты более последовательны, чем вы. Ну да. С одной стороны, вы говорите, что нужны святые отцы для объяснения священного писания. А с другой говорите, что для вас только Библия авторитет. Ну какая тут рада. Библия авторитет и святые отцы, которые говорят согласно Библии. Что тут непонятно-то? Ну за дело, значит. Получается такая духовная шизофрения. Ну как еще, духовная шизофрения. Раздвоение ума. Да. Тогда нужно сказать, что я принимал только писание, а ваши отцы и соборы все безблагодатно. Видишь, какое это счет. Я не говорю, а это надо сказать ему. То есть это уже инквизит. Это один из инквизиций. Или же принять святоотеческое предание в полноте. В полноте. Так не бывает нигде. В магазин пришел, все мое... Не все, я посмотрю, что мне подходит, не подходит. Почему мне подходит? А потому что организм не принимает это. А у меня как определить организм? Священным писанием проверяю. Я еще в руки не брал и знаю писание. Маленько считал Библию-то. Содержание знаю. Вы... Вы так посчитаете дальше все. Понятно. То есть он зашел на меня, срезался тут, ответить не мог. Ну и дальше как начал колбасить по-своему. Александр Цой, спасибо вас, Христос. Очень содержательно, авторитетно и достаточно исчерпывающе. Не могли бы вы уточнить по этой же теме статье в основном про отношения с духовным наставником, родителями, священноначалья? Ну тут тоже понятно. Послушание не во всем, а то, что сходится с Библией. Надо знать Библию. Ну вот тут прочитайте дальше. Мне хочется больше сказать. Ответ вот идет этому Александру Цой по послушанию. А кто? Алексей Питерский. Я бы хотел у вас узнать вот что. Вы человек образованный в этих делах и все знаете. Скажите, пожалуйста, где найти, почитать о последних пророчествах, о царе, о прозреливых старцах? Есть ли в наше время сильные прозреливые старцы? Есть ли такие в Центральной России и под Питером? За так вопрос. Спасибо. Не ищу никогда. Чем-то на Дмитрия Певцова похож. Дальше. Таких старцев не знаю. Сам не пророк, а войне нельзя быть. Нельзя не быть. Нельзя не быть. Ты что делаешь? Нельзя не быть. Ты мне смотри. Я не заслежусь с тобой, а ты мигом не обрусил. Это противоположно. Быть или не быть. Вот о войнах, война слуха. Вы же так листаете, листаете, я только успеваю. Глаза мне заказываются. Ну ничего, ничего. У тебя глаза большие, крепкие, на выкате. Ты должен видеть все. У тебя глаза как у Сократа. Давай. Так, это Петру Михайлову ответа стихом. Ну ладно, для стихотворения, вот посмотрите где. Если можно, конечно. Еще. Видите, как я его полюбил. Сколько. Еще. Это мои стихотворения, все по 9 куплетов. И с эпиграфом. Ну вот это он наткнулся. Регина Остапенко. Здравствуйте, извините за беспокойство. Хотел бы задать вопрос. Моя очень хорошая подруга, мусульманка, татарка, ну, читает Библию. Молится по утрам и вечерам по православному. У нее дома иконы. Я сделала ей замечание, что она грешит. Я думаю, что она не может поклоняться другой вере, как вы считаете. Кто из нас прав? Спасибо. Это непросто. Она делает мои первые, начальные шаги прав. Это не в раз так. Ей грозит смерть. И вот если христианин перешел в мусульманство, что ему будет? Ну, ничего. Ушел и ушел. У них не так. Смерть. Прямо написано, смерть. Он изменил, как у Израиля было. Даже жена ночью сказала, давай будем поклоняться другой, или пойдем в баптист или где-то. Рука твоя, да не пощадит ее. Ну, я к примеру говорю. Там Ярослав еще спрашивал. Там, вверху, Ярослав еще вопрос задавал. Да. Батюшка, простите, у меня бывают в мыслях оскорбления на людей. Ну, словом, я не оскорблю. Знаю, что это грех. Ну, я отвечаю вот здесь, коротко. Все здесь, дальше. Ена Остапенко, здравствуйте, извините за беспокойство. Ну, это понятно, о чем ответа нет. Дальше будет. Андрей Кучин, здравствуйте, уважаемый батюшка. У меня к вам необычный вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться. Это касается... Политиков истории СССР. Там был ответ. Бросьте это все, Микину. Этим не занимайтесь, не рассматривайте. История, то другое. Заботьтесь о своей душе. Гульнара Бекмуххабетова, Германия. Здравствуйте. Смотрел в интернете видео, как вы совершаете поездки по странам и рассказываете людям о Библии. Я удивлен, что есть еще такие люди в мире. Все не так из-за неверия в Бога. Я хоть и мусульманка, но знаю Бог один, самостоятельно изучая Библию. Многое, конечно, непонятно. Молюсь. Мне помогают мои молитвы в участии в учении Библии. Здорово. Ну, а здесь что-то тут большое, тут даже не найдешь. Ответ какой-то, наверное. О ком? Вот. Вот ответ Андрей Кучев. Здравствуйте, уважаемый батюшка. У меня к вам необычный вопрос. Могите, пожалуйста, разобраться. Это касается прошлого политики в истории СССР. Ну, опять же, то же самое. Вот тут что-то ответ. Это Гульнари, мусульманки ответ. Ответ мусульманки. Дальше. Ксения Демченко. Добрый день. У меня сложный вопрос, касающийся помощи нуждающимся многодетным мамам. Столкнулась с обманом. Это есть, а надо точно узнать, там помогать. Александра Кузнецова. Мир и благодать вам от Господа. Подскажите, как терпеть клевету. Клеветники были всегда. Потерпите, воздастся вам. Это я пишу ей. И вот дальше ответ. Ну, почему так не отвечает ни Смирнов, ни кто? Вот посчитайте, сколько мест Писания. Дальше. У меня сложный вопрос о милостыне. О милостыне. Вот ответ. Милостыня. Смотрите. О милостыне. Вот она задала вопрос. Посмотрите, сколько мест Писания. Это сколько времени надо, чтобы один вопрос такой ответить. Вот о милостыне. Вы видите, сколько мест, цифр идут. Это место Писания. Дальше Нифон сказал, какой святой, какие стоглавы собора, в правилах каких работать, как среди них. Ну, это служение. Я только прокидываю вперед. Это все по одной теме. О милостыне. Вы посмотрите. Да этому профессору Осипову хватит тут целый год сидеть. На один вопрос так ответить. Бритам и Довгалске. Тихон Задонский, Григорий Двоеслов. Какие отцы сказали, что о милостыне. Ян Златоуст, какой том, какая страница. Это надо просто представить только. Когда я отвечаю, бывает 10 больше книг передо мной надо раскрывать, все это найти. Вот она где ответ. Это к истинному православию. Там эта статья есть. Вячеслав Дронов, Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Как правильно понять ваше извлечение? Человек спасается не делами. Даже новозаветного закона. О кровью Христа, Спасителя нашего и Господа. Здесь речь идет о причастии. Нет, конечно. О причастии слова нет. Голгофа. И еще вопрос. Не могу назвать точно источник. Где-то читал, что Серафим Саровский говорил Матавилову о том, что люди неправильно понимают веру православную. Да. Вера заключается в стяжении благодати Духа Святого. Источниками, которые являются молитва, чтение, милостыния примерно. Мой вопрос следующий. Правильно ли я понял, что это и есть основное дело? Да. Вот то, что сказал Серафим Саровский о стяжении Духа Святого, это фактически на столетие хватило людям. Традиция направления искания и получения благодати. И если да, то как не попасть в прелесть? Или можно ли заранее? Это уже православное. Не православное эти слов не знает. Прелесть и гордыня. Вот вы сказали это, значит, вы уже обтираетесь около батюшек. Как сказать? Как не впасть? Молись перед Богом, Бог тебе будет отвечать. Если нет связи с Богом, еще мои слова значат. Ничего не значат. Дальше. Как правильно ваши зрители... А вот это ответ на вопрос с Серафимом Саровском. Да. Вопросы важны. И ошибиться в ответах, значит потерять все. И даже, может быть, навсегда. Совет один. Ищите ответ в Святой Библии. И что о том говорят святые отцы? Как толкуют это место? Ну и их перепроверяйте по Святой Библии. Вот смысл. Всех проверяйте. Чтобы их ответ не противоречил ни одному месту Святой Библии. И они сами это просят и говорят. И речь тут вовсе даже не о Святом Причастии. Говорю о конкретном вашем вопросе только. Вот смотрите. Деяние Первое Петра и Фессианам. А что Серафим? А что Серафим сказал, если он действительно говорил так, как нам подают это, то подтверждается в Святой Библии. Вот оно, пожалуйста. Вот оно, места Писания. Дальше. Словосочетание и смысл жизни, цель жизни нет вообще даже в полной Святой Библии. Но в ином словосочетании мы все уже можем усматривать сие. И посмотрите, сколько мест Писания. Я снова открываю и показываю. Вот откуда это известно. Вячеслав Дронов отвечает. Спасибо. Я понял, что жить надо, как учит Господь, со страхом Божиим, с терпением, смирением, осознавая свою немощь. Без Бога ничего не можем творить. А следовательно, постоянно призывать Его благословение. И тогда Он подкрепит своей благодатью. Познавать волю Божью с Писанием, то есть трудиться по славу Божьей и ожидать благодать, как награду. Игнатий Тихонович, а вот книгу «При мудрости Иисуса, сына Сырахова» тоже нужно читать через призму Нового Завета. Конечно. В частности, 8.15. Не давай взаимы человеку, который сильнее тебя. А если дашь, то считай себя потерявшим. Ну так и понимаю. Ну да, потерял. У нас батюшка приехал, строились деревни там, а соседние-то занял деньги по сегодняшний день. А-то сам построил, так ну у всех назанимал, так у него машину, кажется, отняли там еще. Ну такое. Ответ. Да. По Новозаветному понимать нужно Сырахова. Так, именно так. Арт Далион Шиколович. Игнать Тихонович, добрый день. У меня к вам такой вопрос. Вчера за богослужение в Покровском соборе Барнаула я задал такой вопрос. Зачем священнослужителям длинные волосы и бороды? Я стригусь, бородка не больше одного сантиметра и короткая стрижка. Мне ответили, обратись с этим вопросом к Игнатию Тихоновичу. Вот я и спрашиваю вас, зачем они нужны? Священники в нашем соборе отсылают уже не один раз, звонят. Сколько там священников, бывает все соберутся, а какой вопрос задают, а это не к нам, это к Игнатию. Приехал тут отец Иоанн Суворов, зашел, ну и специально. Говорит, а я не вижу, а где книги Игнатия Тихоновича? У них церковная лавка в ограде, ты вот туда пойди, там это есть, где найдешь. Ужас какой, а у меня не образование церковное, ничего нет, я люблю Господа и Библию. Вот они тайные ученики где. Ну что сказать, волосы длинные, Павел говорит, бесчестье, а бороду не трогай. А тут наоборот, один сантиметр. О бороде вы много найдете на нашем форуме, зарядите борода. Вот Дугин хорошо говорит, Стерлигов о бороде хорошо говорят. Вот, посмотрите, у патриарха какие волосы, длинные, нет? Или у Алфеева? Под бокс пострижен, это правильно. Митрополит Иларион. Дальше. Это ответ ему, кто вас отослал ко мне сюда? Относительно волос на голове мужчине сказано. Слава Иисусу Христу! Да. Сказано, 1 Коринфянам 11, 14. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчесть для него? Да. А вот насчет бороды придется прочитать вам вот это. Обродобритие. Вот смотрите, сколько о бороде. Чтобы сказать о бороде, вот глядите, ну будет отвечать вам Осипов о бороде, да без бороды. Под 60 лет масон может быть. Вот смотрите о бороде. Теперь житя святых, да плевали они на это. Где Ануфри борода была? Борода до земли. Так. Макарий Египетский увидел в храме Инока борода почти до пояса. Василий Великий борода до пояса. Семен Столпник, когда он умер... Ну дальше, вот почитайте. Это житя святых. Какого числа их где-то? Да некий... Сто Осиповых не хватит, чтобы это все выбрать. Это только у нас есть. Почему я специально этим вопросом занимался житьями святых. А я святых не люблю. Как не люблю, когда я на них ссылаюсь? И насчитал полностью. Блудодейная ересь. На соблазн расплении добрых нравов. К Содомскому греху ведет. Вот оно где. Какие соборы, не порти края. Какой служебник 1627 года. Вот посмотрите. Какое лето изданное. Максим Грек что писал. От римского папы. Это католическое блудодеяние пришло сюда. Вот смотрите. Теперь места писания, которые говорят об этом. Это хуже изнасилования. Изнасилование обещащено. А бороды отстригли очень обещащено. Это все только по житиям святых. Вот. Пожалуйста. Ордолеон Шиколович. Почти все священные служители Покровского кафедрального собора города Варнаула. 9 священников, 6 дьяконов. Весь клир собора отослали. Отослали сюда. Собором отослали. Ну спаси Христос батюшкам за доверие. Максим Коротков. Игнатий, здравствуйте. Как по терявке осуществляется взаимопомощь жителей? Как зарабатываются деньги? Какие ремесла развиваете у себя? Ну какие ремесла? В деревне как жили-то? Ну посмотрите. Раньше Россия жила как земля. Транспорт должен быть. Дом построить надо. Скотина. Огород. У Игоря есть там поле 180 гектаров. Ну немножко. Но все-таки обеспечить можно себя. Вот и все. Грибы собирает. Ягоды. Взаимопомощь жителей какая? У нас каждый сам себя обеспечивает. Нет такого. Бывает транспорт привезти надо. Игорь там намотает от осена кругами. Ну и за каждое сколько стоит. Там платье тоже горюча тратит. Животноводство, птица, огород. Ответ. Да. Наталья Ковалева. Все прочитала по терявке. Спасибо. Я была удивлена и рада, что существуют такие деревни. Об этом только мечталось. Молодцы. Мы сами живем на севере и давно хотим мы ехать. Но не знаем куда еще податься пока. Везде хорошо кажется в кавычках. Мы тоже православная семья. Я муж и четверо деток. А вот дальше она пишет, где подстерегает мир. У нас учатся здесь. Вот у Игоря, у него двое там в городе уже. Она медицинский марш окончила университет. А этот строительный университет закончил, сын второй. Все учатся здесь. Кто-то в техникуме. Никита Устинов. Ответ Ковалева о Потеряевке. Приехать, гарантировать. Ну вот я говорю дальше. Какие качества? Владимир Жучков. Игнатий Тихонович, доброго вечера. Подскажите, пожалуйста, как мне, супруге, сделать предложение о таинстве венчания? Как сказать, что дар может какой? А, сделать дар может какой? Она согласится. Я знаю, мы оба стараемся идти к вере. Где лучше совершить это таинство? Извините за беспокойство. А какие вопросы? Прихожане православные стоят. К батюшкам идите. К батюшкам. К батюшкам. Я посылаю батюшкам Московского Патриархата. Вы готовый товар для них. Тут ничего нельзя говорить. Библию видно, что в руки не брали. Не знаете ничего. Идите к ним. Но остальное можете у нас здесь найти. Еще не могу сказать. Такой вопрос трудный. В какой, где, как это? Ну, Пугачева та знает где, а вы не знаете. Наталья Русяева. Слава Богу, что приняли меня в друзья. Храни вас Господи. Я с большим удовольствием приехал бы к вам в поселок ради спасения моей семьи. На все воле Божьей. Бог даст, свидимся. Как бы я хотел с вами свидеться, поговорить, чтобы вы моего супруга вразумили. Никак не могу пока его церковить. Но знаю, что с Божьей помощью все получится. Ангелы, охранители, вам помощь. Вот, понимаете. И что такое воцерковить? Напишите конкретно. Через какое еще свечку подавать? Это такие слова я называю гнилье. Родиться свыше. Родиться свыше. А то динаминация, конфессия. Нет этих слов. Это ересь. Оба слова заменяют только... Замененное слово ересь заменяет. Есть церковь и есть ересь. Еритики. Так. Владимир Жучков. Игнать Тихонович. Доброго вечера. Я отвечаю ей. Таинство венчания установлено в Церкви Христовой. Только для уверовавших во Христа и Иисуса. А для внешних зачем это? Узаканивать блуд не получится. А верующего не нужно уговаривать. Ибо он знает, что любое сожительство без венчания есть блудодеяние. Не говорю уж о том, что, как правило, не венчаются те, кто уже имеет за плечами от одного до нескольких сожителей. Как правило, иные же думают, что вот повенчаемся и будем жить долго и в один день умрем. Лет до старости нам без старости, Маяковский. Это самообман. А повенчаться можно, если все по вере и законно. В любом храме православном, не у сектантов же, там таинства нет. Вот так. Петерим Волочков, это я сразу знаю. Кто это? Петерим, епископ. Епископ Петерим Волочков. Ну-ка, давайте. РПЦ МП. Игнатию Тихоновичу Лапкину. Хоть вы и болтунишка перед лицом преосвященных. Это первые слова, которые он говорит, понимаете? Ни разу не встречались, ничего. Вот это архиерей настоящий. Он другим не может быть. Почему? Он знает, что можно сказать, нельзя. Игнатия есть какая-то щитонет. Все, теперь я скажу. Ты патриарху это скажи. Ты скажи это Илариону Алфееву. Все, язык проглотил, в другом месте будет. А так что не говорит? Плюнул, да и пошел. Дальше. Ну, я к вам отношусь с любовью. Ну и слава Богу. И Рушкин. Поздравляю вас с праздником Казанской иконы Божьей Матери. Дальше. Вы прочитаете здесь все праздники. Иконы. Солиса, приблагая. Ну и дальше. Это вот он где-то выступает. Певец Благовоохраня в РПЦ. Посмотри. Я скажу, что он открытый человек-то. Я посмотрел где. Он прямо к народу выходит и тут же на хресе поет с ними. Мне понравилось. Это я люблю таких. Однако вы тогда ответили, что не держите зла на него. И что он не разделяет кое-где ваше мнение. Разногласия были в том числе и по Кураеву. И спросили, как на него выйти. Знали. Звали его на общение по скайпу. По-моему, просили его архиерейского благословения. Точно смысл всего я не помню. И вот сейчас, спустя время, он приадресовал вам такое послание. Однако ваше сообщение ему найти так и не удалось. Понятно. Что-то не завалилось. Это что-то такое. Дальше. Батюшка, епископ, я вам просто искренне завидую, что вы побывали на таком прекрасном ужине с поучениями. Я бы дорого бы дал, чтобы испытать нечто подобное. Это в Потеряевке. Потеряевке. С епископом приехали к нам служить. Московская патриархат. Это что тут? Арго Лаузинеди. Каждый день ждем ваших новых видео всей семьей. Дальше. Сергей Жариков. Восторг то, что я чувствую в душе, когда слушаю Игнатия Тихоновича. И горячая благодарность Богу, что он дал такую возможность. Слава Христу. Батюшка выписал там книги. Сейчас найдут его и жалуются будут. Которые другие священники нападают. Которые, я называю, кодло. Вокруг меня рвут буквально друг друга от злобы. Они найдут сейчас его и завалят. Завалят его мерзостями всякие, говорят. Такие непристойности. Других натравят еще. Раба, они пишут. Мира вам, отец Игнатий. Очень интересно смотреть. Бог вам в помощь. А ребята в Турции, в Черного моря, спрашивали про урагана. Какой он, мол, породы? Это мусульманка, удивительная женщина. Это мы были в Баку. Самира Тагеева. Она, кажется, на четырех языках только считает. А муж на шести. Муж мула. Мы у ней ночевали. Везде. Отец Игнатий. Я никогда не забуду, как я попросил. Говорю, что-то купались мы, кажется. Соленая такая вода в Каспийском море. А маленько снять с себя эту соль. Это сейчас мы сделаем. Заходим. Я зашел ни в ванну, ничего нет. А у них, оказывается, кафель там вот так вот наклонная. И в дырку там стекает вниз-то. И она воду должна нагреть. Подошла. И вот так вот встала передо мной. Присела. Нет, я кому скажу, никто не поверит. Ко мне отец Игнатий приехал. Это мой учитель приехал. Такой у нее восторг. Мусульманка. С таким образованием. Два высших образования только. Стефани пишет. Энн. Спасибо вам, Игнатий Лапкин, за правдивую позицию. Слава Господу, что есть такие люди, как вы и отец Андрей Кураев. Я очень переживаю за отца Андрея. Храни вас собой, Господь. Ну, непонятно, кто тут пишет. И дальше. Джонни пишет. Женя, замечательный человек. Как все продумано на стоянках. Игнатий скидывает флешки, а люди на местах их перекидывают в сеть. Я как на шикарном показе крутого сериала. С нетерпением жду продолжения. Не отхожу от компьютера ни на шаг. Мне сообщили в Америке. Говорю, только встаем. Говорю, чуть помолились и сюда. Забыли про весь интернет. Говорю, только смотрим. Сергей Жариков. Любезному брату Игнатию, браво. Многое благое лето ему, его спутникам по миссии. Помогай им Бог. Да. Тут по-гречески я не прочитаю. Тут написано. Ну ладно, ладно. Папандапулос какой-нибудь. Здравствуйте, дорогой Игнатий Лапни. Спасибо вам за прекрасное объяснение Библии. Я сам грек православный до мозга костей. И живу в Греции. Но читать, к сожалению, не могу по-гречески. Ибо закончил советскую школу. У меня есть к вам много вопросов по поводу нашей великой веры Христовой. Если можно, было бы с вами связаться по скайпу. Будьте добры, оставьте ваши данные. И в ближайшее время я с вами свяжусь. Или вот мой скайп. Добавьте меня, и я обязательно с вами свяжусь. Ну у меня с как? Вот так вот такими буквами написано. И Игнатий, и однажды У, как Игнатий. Десять вплотную. Все. Мы встретимся. Ну, сначала написать. У меня кто, с кем поговорю, через две недели только можно приходить. Повторно. Вот. Сергей Дудин. Это другой Дудин. С Санкт-Петербурга. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, вы помогли мне правильно понять отца Андрея Кураева и не осуждать его за некоторые его высказывания и его манеры преподносить информацию. Это он с детьми связан, и по детскому лагерю. Абсолютная противоположность этому священнику Дудину. Даже, как говорится, небо и земля. Ну, пожалуйста. Приветствуем. Игнатий, а можно ли с вами встретиться? Мы из Иркутска. Василий и Виктория. Напишите мне на почту. Ну, вот можно встретиться. Я показал, когда и как. По слову Божьей. Здесь, в интернете. Максим Шестак. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, надо ли писать отказ от УЭК? Можете писать, можете не писать. Но, знаете, какие-то последствия. Дальше. Цитата по Пандополус. Здравствуйте. Я ему говорю. Это, который написал. Вот я написал. Во-во-во. Вставляю Игнатий 10. Вот оно где. Можете звонить мне по скайпу. Условия наши. Чтобы у вас обязательно был глазок хороший. Веб-камера. Ибо мы все снимаем и многое выставляем в интернет. На нашем видеоканале. Открытый моком на свете Библии. Если с этим не согласны, то и не звоните. А то сразу уже начинает спрятаться. Нам это совершенно не подходит. То есть у нас все выставляется. Предупреждаем. Приходите. Все выставляется. И я спрашиваю в начале беседы. Не согласен, сразу выключаю. На этом. Зачем мне там уже время тратить? Мы говорим не о ворованных вещах. Их у нас нету. Кто тут о чем? Это тот же ответ. Тот же самый ответ. Максим Шестак. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, надо ли писать отказ от УЭК? Это лично ваше дело. Просмотрите, что за этим и не будете. Просмотрите или потом раскаются в чем-либо. Ривенов 14.22. И подтверждаю сразу. Дальше. Ты имеешь веру, имея в сам себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает тебя в том, что избирает. Вот ответ. Павел Явриян в Тбилиси. Дальше. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как мне избавиться от игровой зависимости, от этого зла? Я меняюсь в худшую сторону, как личность. Я погряз в долгах. Не будем даже читать, понятно о чем. Посмотрите. Вот от обрадобрития спрашивает. Вот ответил еще раз. Говорю. Это уже было, мы смотрели сегодня. Я ему просто перекинул. Илья Галенко. А игра как? Игра что? Ты играешь и играешь. Проиграешься, не на что будет играть. Не отстать. Это хуже наркомании. Только Христос это избавляет. Только. Илья Галенко. Можете сказать, какое значение имеет победа Христа для Бога? Для нас, человеков, это имеет очень большое значение. Через победу Иисуса Христа, посредством веры в Него, мы освобождаемся от Божьего суда, от грехов. Дьявола. Получим дар Святого Духа. Примеряемся с Богом. А для самого Иисуса Христа это тоже должно иметь какое-то значение? В чем оно? В чем оно? 17 глава, 1 стих Евангелия Тьянов. Прославь меня Божьей славой, которой я имел у тебя прежде бытием мира. Вот в чем. С Людмилом Мороховым. Дорогой батюшка, обращается к вам Рыба Божия Людмила. Батюшка, я хотел у вас спросить, можно ли делать прививки? Прививки, видно. Дело все в том, что я не делаю детям прививки. И слышно, что церковь не благословляет их. У нас никто не делает, все дети здоровые. Бойтесь, как огня этих прививок. Там такое тебе привьют. Хочу переслать вам вот это. Как вы думаете, что пишет этот человек, отец Виктор? Это правда или он вводит людей в заблуждение? Что не могу понять? Ну, тут где-то ответ будет. Дальше. Илья Галенко. Для нас, человека, это имеет очень большое значение. Ну ладно. Ответ для Бога. Вот это просто посмотрите здесь, от ответа, если можно увидеть. А то можете зайти на форум на нашу, все это найти. Это на форуме на нашем. Это более ранние, которые у меня были. Ответ про прививки. Аминь. А что есть про православление? В чем его значение? Как вы понимаете? А не про прививки? Вопросы какие? В православие в правильном славословии Богу во Святой Троице, как воспевает единая его невеста Церковь Христова, где есть литургия и учения Святой Троицы с правильным толкованием Святой Библии и по Святым Отцам, и признание канонов Вселенских поместных соборов. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Вот так. И тут что-то тоже маленькое. Шолтов, здравствуйте. Вы кажетесь человек поцерковленным. Да, дальше, что она говорит вот это? Привет. Здравствуйте, вы кажетесь человек поцерковленным. Можете помочь? Я школьник. Моя мать очень порядочная и верующая женщина. Недавно она узнала, что я слушаю православный рок хардкор. Она назвала это сатанинской музыкой. Сказала, что я попаду в ад и разбила мой плеер. Как ей объяснить, что в музыке нет ничего плохого? Я отвечаю. Только не подумайте, что я с вашей мамой договорился. На эту тему написано так много, что легко можно найти в большом количестве. Ваша мама права на 100%. Вы должны радоваться, что у вас такая строгая и разумная мама. Повинитесь перед ней, помолитесь и поклонитесь ей в ноги. Она любит вас и вашу бессмертную душу. В мире все на двое. Вода и огонь. Теперь вот какие места писания. Само слово рок говорит безутайке, что это роковое погибельное дело, как и компьютерные игры. Я являюсь создателем православного детского трудового лагеря «Стан» и его начальником уже 43 года. Передо мной прошли тысячи детей. И много лет бывал в тюрьме с малолетними преступниками. Музыка рок, под каким бы соусом она ни преподносилась, она есть роковое стечение звуков в марш смерти и грохот по ступеням, влекущим вниз в пропасть в ад кромешный. Назначение музыки. Это мое стихотворение, которое на музыку положил Виктор и поет. Ну, можно прочитать. Тишина и музыка, как их соединить, обнявшихся в любящих и любящих увидеть, осталась ли связующая нить таинственных божественных наитий. Божественных наитий мудрецов, слагавших гимны властелину света. В раздумьях о невидимом свое закрыв лицо они касались солнечных сонетов. Со солнечных сонетов от первозданных лет персты нежнейших звуков приобщились. В рокоте громов поэт вступал в куплет, последняя строка уже слезой кропилась. Строка слезой кропилась и молитвой, зажар стиха и поэтичность в слога. Летящую орлом, ползущую улиткой, беспомощность дитя, сосущего из рога. Дитя, сосущего из рога продолжения, в рыдании с природой спит в обнимку. Увидеть, осознать, прославить прислужение за птиц, зверей созвездия травинки. Зверей созвездия травинки поутру и щебетания птиц еще уставших. Все от Творца, пославшего нам труд, слагать стихи для музыкантов наших. Для музыкантов наших зарубить на память, что есть музыка и бредни. Не кандалами с силой бубен бить, шабаш нечистой силы, колдуны и ведьмы. Нечистой силы, колдуны и ведьмы через транзистор телевизор скачут. Развод покоя с музыкой так вреден. И новый брак с вопящими тем паче. Вот так. 22 сентября. Евгений Шотов. Так что же мне делать? У меня много увлечений, которые моей маме не нравятся. И вам наверняка тоже не понравится. Про многие она еще не знает. Чтобы не возникло неподопонимания, сразу скажу, что я учусь в старшей школе и мне уже скоро будет 17. То есть уже не ребенок, хоть я и не взрослый. Я часто матерюсь, смотрю греховные мультики и любуюсь похабными рисунками. Я уже употреблял алкоголь и пару раз пробовал другие психоактивные вещества. Я подворовываю всякую мелочь в магазинах и уже знаком с участковым. А еще я часто воображаю себя милой девочкой. Проблема в том, что без всего этого я уже не буду чувствовать себя самим собой. Все вышеперечисленное уже стало моей самоидентичностью. И самоидентичностью. Мы это читали когда-то уже, я помню. Ну, было ли так? Ответ. Сирахов 42.12. Вот теперь что нужно по священному писанию? Библия говорит таким людям. Вот ответ. Вот ответ. Вот ответ. Еще одну страницу пройдем. Александр Ильцов Игнатий Тихонович. Бог в помощь. Интересная статья об упущенном в 90-е годы церковью возможностях. Автор известный журналист. Бывший дипломат. Ну, да, что православный там говорит так. А это говорит, что... Зульфия Ахмадулина. Благодарю, Игнатий Тихонович. С вашей помощью, с помощью Христа через сайты и сны я пришла в храм и с мечети год назад. Вот так. Это прочитаете тоже. Ну, дальше вот этот ответ большой даю. Это уже вам просто надо сюда зайти. Вот видите, сколько мест писания. Это ответ. Вот один ответ. Это один ответ. Повторяю, это один ответ. Полный ответ. Это все один ответ. Его надо написать было, набрать. Крещение. Преобразовано обрезанием. В 8 дней от рождения до будет обрезанного стола. Вот почему. Теперь о крещении. Крестите детей. Вот посмотрите, какой святой, что об этом сказал. Что говорит Библия. Вот я перекидываю. Вот оно где. Какой. Семенова, Богослов. Крестить полное погружение. Крестить только у верующих родителей. Это только о крещении. Это все в Луной книге Естественного Православия. Это все на одну тему о крещении. Ну вот, посмотрите. Представьте себе, сколько материалов. Ну дальше что-то еще тут большой ответ. И на что? О том крещении у детей. У детей, вот оно где. Это, видимо, может быть даже это тоже самое. Это противостоянский материал, я так понял. Даже Елена. Елена Черняховская. Беларусь, город Витебск. Мира, Магнат Тихонович. Последние события вашей общины меня очень расстроили. Чудо не могла уснуть. Плакала. Не могу вас видеть в углу и молчании. Простите, пусть не обидятся ваши братья. Имеем, не ценим, потеряем, плачем. То есть я отошел в угол, сел и не стал вести собрание. Одно замечание, не замечание, предложение сделали, мне этого достаточно. А я каждый раз вылавливал, братья, кто будет вести собрание, кто. Наконец сказали, я отошел и сел, по сегодняшний день там сижу. Для них стало обыденным. Не понимают, какого учителя, молитвенника и любящего отца отправили в угол, мол, помолчать. Поддерживаю Игоря Добунова. Русский златоуст, не умолкайте, мы вас любим. Ну и в какая. Ответ. Вы же слышали, батюшка, что меня никто не отправлял в угол. Я сам отошел на время, а на занятиях я по-прежнему на своем месте. Ну дальше это ответ прочитаете. И это о чем? Зульфия Ахмадулина. Дуб Святой сказал мне во сне. Вот ответ. Сирахов 34. Все понятно. Это кто? Святослав Игоревич Климов. Охочный семинарист. Ваши проповеди я заметил протестантские мысли. Как вы можете это прокомментировать в этом видео? Рождение свыше. Вот это вот, которое есть. Вы говорите, что нужно признать Христа своим личным спасителем. Вторая мысль это про то, что Дух Божий еще не коснулся вас. Тоже напоминает некий прорыв от Господа. В кавычках. Вот такие странные мысли. Ну что-то понял, не допонял. Ладно. Мы сейчас коснемся нашего Ютуба. Вот наш православный видеоканал Ютуб. Посмотрите, заходите. Вот так найдете его легко. И вот здесь вот главное, вот главное внизу. Если вы нажмете, то сразу выйдет вот такая тема. Вот идут жития святых на каждый день. Каждый день жития святых. Это я насчитывал в 80-х еще годах. И теперь нашелся человек добрый. И он обрабатывает, и каждое житие оформляет иконами, и оно выходит. Вот где. Ну и, конечно, как вершина у нас, это во свете Библии. Здесь все есть. А вот нажать на форум, нажать на видеоканал. Православный свет во свете, это сайт, сайт, библейский сайт. Зарядите по-русски и найдете. Вот здесь отвечаю на столько-то вопросов. Здесь столько всего, даже высказать невозможно. 50 книг аудио только. Ну и все, наверное, на сегодня. Да. Слава Христу. Богу слава. Слава Христу.